Всем доброго времени суток, хорошего настроения, позитивного. У нас сегодня приготовление плова. Собираю уже мужа на работу, поэтому потихонечку я уже начинаю подготавливать. Сегодня приготовим мы и плов, и печенку пожарим. Я подготовила лук, морковь, мясо. Не стала показывать вам, как это резать, просто соломкой крупной порезать. Как порежете, так порежете. Лук и мясо. Потом промою рис. Рис я беру только круглозерный. Это на любителя. Кто-то любит пропаренный, кто-то любит длиннозерный. Я люблю круглый, понимаете, это все индивидуально. И обязательно в плов мы добавим зиру. Я никакую приправу не добавляю, а зиру добавляю. Но так как мы готовим мужу в основном этот плов, а он зиру у меня не любит, скажем так честно. Поэтому я ему положу чуть-чуть. Много не надо. Так, вот ребятки, я мясо обжарила, и теперь высыпаю лук. Кто-то сначала лук обжаривает, потом бросает мясо. Я бросаю сначала мясо. Все перемешаю на большом огне. Я сейчас обжарю лук, потом добавлю морковочку. Мы забросили лук, жарить, потом морковку добавим. Баю такой вот рис для плова. Не обязательно этой марки. Марка это ни о чем. Либо для плова, либо просто краснодарский круглозерный. Только нужно смотреть, чтобы он был целый. Потому что если свечку возьмете, ну плов не получится, каша будет. А так любая фирма, можно любую абсолютно. Для плова, не для плова. Кругленький. Краснодарский в основном всегда беру я. Краснодарский. Сейчас мы его откроем. Промоем порошенец. 800 грамм в этой пачке. Нам этого достаточно. Рис чистый. На переборку ничего не идет. Я его помою до прозрачной водички. Все будет хорошо. Так, вот мы обжарили лук. Добавляем морковку. Морковки, лука всегда лажу много. Это будет вкусно. Это будет очень вкусно, ребятки. Очень вкусно. Обожаю плов. Вообще люблю рис. Наверное точно мне надо было закориться, замуж и ходить. Это все мои блюда. Рис обожаю. Так, вот, беру, взяла немножечко. Чуть-чуть. Сейчас я немножечко его в руках перетру. И все. И этого достаточно. А сразу запах какой! Ой! Ммм, чудо! Все. Все. Теперь это у нас будет жариться. На большом даже поставлю на 2000. Чтобы было сильнее. Все. Остается у нас. Нальем водичку и забросим рис. Так, ребятки. Все у меня пережарилось. Я налила воды кипяченой из чайника. И посолила. Посолила по вкусу, но слегка пересоленная. Потому что у нас рис возьмет соль в себе. Все. Запах. Вообще, люблю, когда запах жареной морковки с луком. Очень-очень вкусно. Все. Воды больше я не наливаю. Рис разный. Если вдруг мне не хватит, я лучше добавлю, чем он будет кашей. Поэтому сейчас пока что вот мы все это закроем. Варю я на медленном огне. Тут, а варить на быстром. Я знаю таких. А я варю на медленном. Закипит. Тогда я уже буду убавлять. И все. Сейчас я занялась печенью уже. Чтобы мне время даром не тратить, я обработаю печень. Все вырежу. Все, что мне не нравится. Жилки, жирочек. Я все-все уберу. И потом пожарю. С ручком. Печеночку помыла. Я ее вымочила. Хорошо. Говяжью печенку я вымачиваю в молоке. А куриную, конечно же, нет. Я теперь сюда опускаю лук. Две таких средние. И два небольших зубчика чесночка. Вот. Все это посолило. Потом поперчу. И в конце добавлю, когда лук будет готов, в конце добавлю лаврушечку. Одну. Много не буду. Все. Все, ребятки. Все готово. Сейчас даже я немножечко попробую. О, Господи, чтобы поменьше. Это так вкусно. Правда, ребятки. Готовьте. Готовьте печеночку. Полезно. Очень вкусно. Кто любит печень, честно говорю, это очень вкусно. Так вот, Саша маленький, да кто-то и запах не перенесет. Вот. Ну, на этом, наверное, пока все я закончу с печенью. Все. Буду выключать. Все. Она у меня немножечко остыла, не до конца. Я уложила в контейнер. Это все у меня остынет. Я закрою, но ведь пока поставлю в холодильник. Все, ребятки. Он готов. Готов. Да. Ой, какой запах. Жалко камера не передает. Все-таки зира дает свой плюс. Сейчас я выложу на блюдо и покажу. Ребята, плов мой готов. Горячий. Очень горячий. Сейчас это все остынет. Я сразу в контейнер. Но у нас еще хватает. Еще полка жена. Хватает плова. Я не добавила сюда ни чеснок, ни сухофрукты, потому что пропадает вот это быстрее. А мне нужно, чтобы ему было подольше. Готовьте. Готовьте сами. Готовьте с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Нажимайте на колокольчик. Заходите, смотрите. Делитесь видео с другими сцами и друзьями. Новым подписчикам будем очень рады, если вы придете. Вам понравится у нас. Нашим подписчикам большое спасибо, что вы с нами, что вы пишете свои комментарии, оставляете, высказываете свое мнение. Очень приятно. На этом, наверное, я закончу. Все. Немножко подустало. У меня еще зажаривается рыба. Ну, уже я ее не буду показывать. Рыба как рыба. Скорее показывает, да? Вот, поэтому я ее без подлив и без ничего тоже сложу все, чтобы у него это дольчество сохранялось. Подлива это быстрее даст. Все. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока. Продолжение следует...